В семье мы учимся о заботе и ответственности. Здесь формируются главные человеческие ценности, передаются из поколения в поколение традиции и обычаи. И поэтому большое внимание к сохранению и развитию семьи вполне объяснимо. Обо всем этом и многом другом шла речь на заседании круглого стола для молодых семей Славинского района. 2024 год объявлен в нашей стране годом семьи. Это необходимо, чтобы сохранить и защитить традиционные семейные ценности. Но помимо материальных мер по укреплению семьи, нужно ее поддерживать эмоционально, а также интеллектуально. Продвижение семейных ценностей приведет к позитивным изменениям в социально-психологической атмосфере. Особенно это важно для молодых семей. Это хорошо понимают на Кубани и в нашем районе. Круглый стол «Моя семья, моя крепость» прошел в Славинском доме молодежи. Большое спасибо гостеприимному Славинску. Это один момент. А второй момент, на сегодняшний день именно в Славинском районе наибольшее количество клубов молодой семьи. То есть сохранилась эта сеть. Она приумножается и работа действительно ведется не на бумаге. Действительно проводятся мероприятия, интересные форматы. Поэтому большое вам огромное спасибо за вашу работу. Евгения Зинкова подчеркнула, что Круглый стол открывает цикл мероприятий в крае в год семьи. И не случайно это происходит в Славинском районе, где отлично работают клубы молодых семей. Мы собираем представителей клубов молодой семьи, которые работают при органах по делам молодежи во всех муниципальных образованиях Краснодарского края. И всегда у родительской аудитории, у семейной аудитории есть ряд вопросов, которые хочется обсуждать в плане воспитания детей. Сегодня у нас очень интересные спикеры. Это политолог, профессор Кубанского государственного университета и второй спикер, который расскажет о цифровой грамотности. Стоит ли ребенку давать телефон и в каком возрасте, и как отслеживать какие-то моменты, как помогать, чтобы телефон получился во благо, а не во вред. В муниципалитете активно действует районный клуб «Счастливы вместе», который курирует 10 поселенческих клубов молодых семей. Водители клубов молодых семей присутствуют на нашем мероприятии. И я считаю, что сегодня главная цель нашего мероприятия – послушать интересных экспертов, оценить, как мы работаем, какие мы проводим мероприятия. И, наверное, нацелиться на что-то, может быть, что-то изменить, что-то поменять, добавить какие-то новые формы. Поэтому действительно сегодня очень важно, чтобы все присутствующие прониклись этой проблемой и участвовали в диалоге, и высказали свое мнение о том, как мы видим эту работу. Участники «Круглого стола» с интересом слушали выступающих, которые освещали актуальные в настоящее время проблемы. Те, кто участвуют в работе семейных клубов, понимают, что семья – это самое главное в жизни. Ее мы создаем и бережно храним. В семье главное – взаимопонимание и взаимная поддержка. Много лет моего брака подарила мне троих детей и осознание того, что такое есть семья. Это одно единое целое, это один единый организм. И в этом году, год объявлен годом семьи, это очень хорошо, это полезно на самом деле. Для молодых семей это очень полезный опыт. Вот сегодня мы здесь собрались, собрались те, кто уже давно в браке, но еще и мы являемся молодыми семьями. Те, кто недавно вступил в брак. И мы сегодня, друг с другом общаясь, делимся какими-то советами, опытом своим. Собравшиеся получили простые и очень нужные им рекомендации, как обезопасить себя и детей в интернете. Завершился круглый стол общением, в ходе которого участники мероприятия обменялись опытом. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».